а вот кстати и команда тарас и слова есть легкий бризик короче мы готовы отходить к нему пайлот приехал привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и у нас новый маршрут мы идем из греции в италию и я вам представляю нашу новую команду вот кстати и команда тарас и слова вот именно в этом составе мы и похерячим через этот ужасный пролив который называется адриатическое море вот готов готов и ты готов все мы все готовы и начинаем собираться и где там дина дина 1 а занимается тем до 1 единственный человек который занимается делами в отличие от нас разбирает еду кстати еды мы закупили нормально на переход у нас же ужасный переход сколько у нас переход а переход у нас один день два дня короче дальше будет только лучше и так ребята вытащили якорь от preventer все это собирают кучу и мы выходим у нас сейчас времени 13 часов 28 минут 28 часа мы покидаем грецию мы покидаем грецию и идем в италию то есть итальянцы ждите нас до встречи ждем итак мы готовы мотор за путь слава вынимает якорь надеюсь что вот эти вот ребята нам мешать сегодня не будут есть легкий бризик короче мы готовы отходить я думаю что все будет хорошо вот этот остров коне мы уже отходим вышли из залива это тот залив котором мы были вот это самая крайняя точка острова мы сейчас поворачиваем направо и вот след за катамараном только мы уходим чуть чуть левее и берем курс прямо на италию ну что вы готовы жечь а у нас тут волны огромный в этом ионическое море если вот туда смотреть там будет адриатика а пока просто наслаждаемся видами это как наша лодка летает тут по всем волна а а Как вы видите, нормальная погода наконец-то началась. И сейчас мы идем, внимание, Диночка, сколько мы идем? 8,2, 8,5. Ну чуть-чуть передозит, сейчас, видимо, начнем убирать. Нет, там уже откидывать не сильно получается. У нас сейчас закат, закатнее время. И вот мы подходим к Италии. Солнышко садится как раз на краю. Это вот последняя точка, которую видно. И вот сама Италия. Вот она, это сам сапог, нижняя его часть. И она идет далеко-далеко туда, в Адриатическое море. Вот это еще территория, которая Адриатика. А вот там, где садится солнце, там находится Миссинский пролив. И туда мы сейчас идем. Сегодня ночью мы будем проходить ТСЛ. И с утра остановимся в городке, который называется Шила. Там постоим один день, выйдем и идем дальше по Липарским островам. И этот весь путь мы будем вам показывать. Спасение черепахера. А может все-таки вылезти? Нет, нет. Почему? Дина, в море воткрыто. Вылезти. Может быть мы туда в салон? Да ладно, я тебя в салон. Давай ее туда. На. Осторожно, он очень не укусил. Мы спасли черепахера. А это то, в чем он запутался. Это просто обычный мешок. Так, у нас сейчас абсолютно дурная затея. Мы хотим покупать. Для этого мы хотим открыть гидроплатформу. Для этого мы хотим скинуть тузик. У нас такая многоходовочка. То есть мы сейчас подготовили все веревки. И вот сейчас мы эти веревки будем каким-то образом сбрасывать так, чтобы мы на ходу тузик не потеряли. Давай эту веревку на, наверное, куда-то, не знаю, куда-то. Привяжи ее на... Прямо с запасом? Да, на самый-самый край. Или на утку ее одень, именно просто. А сейчас мы будем делать операцию «человек за бортом». Не в плане тренировки, а просто так получится. Да вынимай его полностью. Спиннинг стягивай. Сейчас будем купаться на ходу. Так, вот наш тузик. У нас теперь есть возможность сделать ему очень длинную веревку. А сейчас мы берем кранец, вешаем его на швартовый и скидываем за борт. Называется «Купание красного коня». Картина. Картина. Ну вот, вуаля, веревка ваша. Развлекайтесь. Скажешь, когда вынимать. У нас два тузика. Выглядит, как будто затея была с кранцем не очень, да? Быстрее, нам нужна в Стромболе. Газуй. Ну что, как тебе? Классно. Затея не очень, да? Купание удалось. В открытом море. На ходу. На ходу. Не сбавляя скорости и обороты. Скорость. 6,8. У нас средняя скорость за сегодня. 55 миль. Мы прошли с 12 часов ночи. То есть сейчас вот мы идем 8 часов всего. Ужасный, экстремальный, среднеземономорский яхтинг. Среднеземономорский. Среднеземономорский. Тут рафик справа от нас идет. Моторвесел. И вот идет, наверное, куда паром. Не знаю, что паром похоже. Походу далеке. Видно лампочки. Не знаю, будет ли разбука чего или нет. Не понятно. Хотя тут уже у нас стало светать. И, возможно, станет видно лучше, что проходит за бортом. Вот как это все выглядит на радаре. Мы еще идем в ночном режиме. Вот это и есть Мисинский пролив, в который мы сейчас заходим. Тут ТСЛ. Мы уже идем по ТСЛ. Было сложно расходиться с кораблями. Потому что тут находится достаточно большой трафик. И кораблей много. И они расходятся. Ну, по правилам вообще расходятся порт-порт. И они норовят разойтись в порт-порт. Почему-то старбордом никто не хочет. И они такие поворачивают прямо перед тобой. Начинают расходиться. Ты им по радио говоришь. «Ребята, что вы делаете?» И они такие. «Не-не-не, расходимся только порт-порт». Ну, наверное, какие-то местные средиземские приколы. Потому что во всем мире, как идешь себе, так все спокойно и расходишься. Вот тебе отличия. Но если совсем уже там нос в нос, тогда, конечно, расходятся порт-порт. Это вот так вот, чтобы идешь старборд-старборд, он поворачивает и перед тобой уходит. Ну, такого я еще не видел. Но связываешься, они говорят, что да, расходимся так, все нормально, никаких проблем. Какая-то особенность средиземных. Яхтинг. И такие они опасные проливы и с большими течениями. Но совсем единственное, что, конечно, все-таки еще холодно. Я надеюсь, что скоро выйдет солнце и станет потеплее, потому что в такой холодильнике мне вообще не нравится. На экваторе, конечно, поприкольнее, особенно ночью. В эту сторону трафик идет туда, а в ту сторону идет сюда. Трафик separation line как раз для узких мест, чтобы не было каши в перемещении в судов. Такой он Мясинский пролив. Да, прикольный городишко. Это город называется Шила. Лодки. А? Тут есть какие-то вот буи. Лодки стоят на буях. Их тут достаточно много. Надо только зайти и будет посмотреть, что тут вообще происходит. И куда тут вообще получается стать. Пока ничего не понятно. Но городочек симпатичный. С замком. Маяк наверху. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это просто, чтобы удобно было швартоваться, так зашвартовался посреди бухты и такой бушприт раз на берег положил, вышел себе спокойно. Удобно? Что это? В английский никто не разговаривает, поэтому у нас идет суржик испанского и итальянского. В ресторане где-то около 15 евро за блюдо и пиво, сколько пиво пол-литровое? 4 евро? 4, да? Не помнишь? 4 евро. И вот что прикольно, что вот это пиво 0,66, ну и алкоголя 5,1. То есть если с алкоголем, если с алкоголем стандартно, то упаковочка бутылки 0,66 за 4 евро. Можно ужраться, потому что две бутылки, это уже три бутылки. Пляж этого маленького прекрасного городишки под названием Шилла, очень нравится, красиво. Уже поставлен грот. Он нам сегодня на самом деле не очень нужен, но это просто связано еще и с погодой. То есть, ну, именно с качкой, чтобы убрать качку, мы ставим грот. Но рулить мы с парусами не будем. Ну, Слава у нас на штурвале. Вот у нас уже разогналась. Мы уже разогнались, видите, какой у нас хейдинг. А нам нужно идти вот туда. Убираем все палы, шкоты, чтобы ничего не валялось. И наша задача идти вот туда. Там находится Стромболи. И мы покидаем город Шилла и идем на Стромболи. Что у нас происходит? Тарас и Слава поднимают тузик, снимают лодку с якоря. А что делает в этот момент капитан? Правильно, ничего. Кофе пьет. О, доброе утро, Сардина. Здорово. Да, это Сицилия, это родной континент. И вот мы отходим сейчас от городочка, который называется Шилла. То есть это наш городок, в котором мы стояли. И вот эта бухта, это там мы стояли на якоре. Те зеленые прикольные холмы. Идет спидбот. С нами пересекающимся курсом. Он, правда, пересекается задолго до того, как мы пересекаем его. На подводных крыльях. Интересно, сколько он идет, надо посмотреть на АИСе. На подводных крыльях он двигается. Ну, быстро точно. Ну, быстро точно. еще раз миссинский пролив права вот миссина и у нас здесь есть еще рис фактор первое вот корабль который идет по прямой он заходит пролив и вот еще красный контейнеровоз он также заходит в пролив сейчас мы будем проверять красный мы можем протрекать а вот этот который идет по прямой не совсем понятно потому что он же будет поворачивать уже не в берег идет а где он будет поворачивать непонятно проверь вот этот красный на нас теперь какой у нас ним теперь теперь это расхождение я уже рассказывал вам расхождение по расстоянию сколько с ним этот вот супергерой вот на мсц кабальта не отвечает на радио и идет с нами пересекающимися курсами и кстати вот видите мы уже тут отвернули просто чтобы его обойти по корме 0102 это значит что мы с ним столкнемся если ничего не предпримем но мы можем уйти направо его пропустить это спидбот уходит мы можем сейчас уйти направо просто снять с автопилота уйди направо на 30 градусов пройдешь и потом опять ляжешь на курс мы не повернули когда мы смотрели у нас теперь был 80 метров с ним то есть он длиннее чем наш расхождение мы уже вышли прямиком на стромболе и вот идем по курсу а вот я хотел вам показать будете всматриваться что реально очень далеко там идет грузовик его видно и он идет под 45 градусов к берегу на самом деле из-за дрейфа и течение миссинском заливе он в таком положении идет вот туда то есть он идет налево это он просто заходит миссинский пролив с таким дрейфом здоровенным его просто уносит и он компенсирует течение и что раз смотрите какие волны сейчас будет держитесь а к нему пайлот приехал а а